Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, многие, наверное, задаются вопросом, во что инвестировать наши денежки. Давайте сегодня поговорим об этом. Дело в том, что от своего брокера открытия я получил очень интересное письмо и брокер мне предлагает ряд инвестиционных идей. И я, в общем-то, считаю, что в открытии работают довольно толковые ребята и к их мнению вполне можно прислушиваться. Короче, с вами поделюсь сегодня этим инсайдом. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за этот видос. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Ну вот, смотрите, друзья, вот так выглядит это письмо. Олег, экономическая активность в мире, несмотря на новые локдауны, продолжает восстанавливаться. На этом фоне инвесторам необходимо внимательно следить за портфелем активов и своевременно его корректировать. Справиться с этой задачей вам поможет наш ежемесячный обзор «Стратегия аллокации». Я, друзья, получил эту штуку первый раз. Ну, надеюсь, что этот обзор будет приходить мне действительно регулярно. Мне он очень понравился. Там мнение аналитиков по разным классам активов. Сейчас мы его с вами полистаем. Он довольно такой информативный, красочно оформленный. Короче, вещь неплохая. Это фундаментальный взгляд наших аналитиков на конфигурацию сбалансированного портфеля, который учитывает текущие события на финансовых рынках и позволяет эффективно диверсифицировать ваши активы. Так вот, друзья, из чего состоит эта стратегия аллокации? Она состоит из топ-10 акций российских компаний, топ-20 акций международных компаний, топ-10 российских облигаций, топ-8 еврооблигаций и драгоценные металлы. Ну и, собственно, давайте, друзья, присмотримся к рекомендациям аналитиков. Это документ в формате PDF. Я его скачал. Ну, здесь вот, видите, все красиво. Куда плыть? Стратегия аллокации. Для начала вступление от начальника управления анализа рынков Антона Затолокина. Ну и здесь он, в общем-то, рассказывает те вещи, которые мы и так с вами знаем. Экономическая активность в мире, несмотря на новые локдауны и введенные ограничения, продолжает восстанавливаться. Мы сохраняем конструктивный взгляд на рискованные активы в 2021 году, но отмечаем, что поведение рынка в некоторых его сегментах начало приобретать спекулятивный характер. Действительно, многие из ожидаемых положительных факторов уже во многом в цене активов, а именно передача власти в Белом доме, отказ от политики торгового протекционизма, принятие ряд инициатив, стимулирующих экономическую активность, вакцинация населения от COVID, ну и так далее, и так далее. Тем не менее, развивающиеся рынки могут быть менее подвержены коррекционным настроениям, ввиду более низких стоимостных оценок. Ну и дальше, друзья, листаем. Ну и, собственно, вот смотрите, какое соотношение активов на сегодняшний момент брокер предлагает иметь в своем портфеле. 46% своих денег брокер открытия предлагает держать сегодня в акциях, 36% в облигациях, 10% в драгметаллах и 8% в кэше, ну на случай, если что-то вдруг резко падает, чтобы была возможность докупить по хорошей цене. Аллокация по подклассам активов, 26% это акции зарубежных эмитентов, 20% акции российских эмитентов, 23% валютные облигации, 12% рублевые облигации, 8% золото, 2% серебре, друзья, что интересно, я, например, серебро вообще в принципе себе никогда не покупал, и 9% в денежных средствах. Ну и давайте, друзья, начинать с драгметаллов. Оксана Лукичева, аналитик, предрекает следующее. В последние два месяца цены на драгметаллы показали разнонаправленную динамику. Золото, как более защитный драгметалл, почти не изменилось в цене. Серебро, поддержанное ожиданиями спроса стороны производителей, полупроводников и солнечных панелей, и спекулятивной активностью армии частных инвесторов Reddit, выросло почти на 20%. В 2021 году после волны роста цены на золото могут скорректироваться к фундаментально обоснованным уровням. То есть по золоту, друзья, прогноз довольно умеренный, и оптимизма насчет золота, в общем-то, нет. Иллюзий питать не стоит. Мы видим, что золото в последнее время находится в такой, в очень медленной длящейся коррекции, и, возможно, эта тенденция продолжится и дальше, потому что рынки постепенно растут, на рынках вновь появляется склонность к риску. Что касается серебра, то Оксана вообще не предлагает переоценивать все это. У брокера открытия есть сомнения, что ценам на серебро сходу удастся пробить уровень сопротивления в 30 долларов за унцию. Короче, друзья, сейчас хватать серебро на вот случившемся хайпе от Reddit, наверное, уже поздно, и вполне вероятно, что подобного вот этого роста резкого уже не повторится. Дальше. Самое, наверное, для нас интересное это топ-10 российских акций. Ну, смотрите, как брокер предлагает распределять их по секторам. 20% засунуть в финансы, 20% цветная металлургия, 20% энергетика, 10% транспорт, 10% нефтегаз, 10% строительство и 10% потребительский сектор. Ну и, друзья, смотрите, какие бумаги предлагает покупать брокер. Это АФК-система. Холдинг недооценен по сравнению со стоимостью публичных активов. И весной еще ожидается IPO Сегежа Групп. Это дочерняя компания АФК. Система. Русагра. Рост операционных результатов, восстановление цен на сахар, взлет глобальных цен на подсолнечное масло и зерновые. Сбербанк. Восстановление в целом экономики и высокие дивиденды. Русал. Выгоды, полученные от ослабления курса рубля и восстановления цен на алюминий. Газпром будет одним из главных бенефициаров восстановления цен на природный газ. Глобал Транс. Высокая дивдоходность. ОГК-2. Рекордные финансовые результаты и высокие дивиденды. Юнипро. Рост дивидендов в полтора раза после запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Эталон Групп. Перспективный российский девелопер. И Петропавловск. Выгоды, полученные от ослабления курса рубля и роста цен на золото. Ну, по поводу золота, друзья, мы только что поговорили. В общем-то, перспективы так себе. Ну и смотрите, какая прогнозируемая доходность по данному портфелю. Если по 10% купить каждого из этих эмитентов, то получится у вас 10 бумаг с весом по 10% каждая. Так вот, АФК-система даст на выходе потенциал роста в 2021 году 20,9%. Сбербанк 17,5%. Русал 95%, друзья, как прогнозируют аналитики. Учитывая даже, что по Русалу нет дивидендов. Петропавловск плюс 34,7%. УГК 2 плюс 29,3%. Юнипро 23,8%. Глобал Транс 22,3%. Газпром 15,5%. Эталон 33,7%. И Русагра 29,7%. Итого, общая дивидендная доходность этого портфеля составит 6,2%. А потенциал роста этих бумаг 32,3%. Ну, то есть аналитики планируют значительно обогнать индексы российские с этим портфелем. Ну и предлагают инвесторам это сделать, кто поверит в эту стратегию. Ну и, друзья, могу сказать, что раньше в брокере открытия была такая штука, называлась модельный портфель. Может, кто-то застал, сейчас ее убрали. Они там формировали портфели. Ну, брали, конечно, дикую комиссию, если это был прям отдельный тарифный план. Но, друзья, портфель действительно был толковый. Я даже некоторые идеи оттуда подсматривал. И они очень грамотно туда покупали и продавали периодические бумаги. И портфель на самом деле индексы обгонял очень ловко. Так что к этой инвестиционной рекомендации вполне можно прислушаться. Дальше поехали. Топ-10 российских облигаций. 40% строительства, 20% технологии, 20% потребсектор, 10% нефтегаз и 10% транспорт. Ну и облигации, которые брокер считает надежными, это корпоративные, друзья, разумеется, облигации. Софтлайн с доходностью 7,99, Белуга Групп 7,31, Групп ЛСР 6,93, ЯТЭК 7,59, ГК Пионер 1008, Городской супермаркет 7%, Новотранс 7,79, ГК Самолет 8,35, Максима Телеком 9,94, и Атом Строй Комплекс 7,59%. Итого доходность по данному портфелю облигаций составит 8,06%. Дальше, друзья, здесь есть аналогичная подборка еврооблигаций. Ну, если честно, я, в общем-то, в эти инструменты вообще не вкладываю. Ну, давайте я все-таки их озвучу, вдруг кого-то заинтересует. Ну, короче, кто что понял, друзья, ищите, соответственно, эти облигации у своих брокеров. Ну, и последнее, и тоже не менее интересно, это топ-20 зарубежных акций, по мнению брокера. Открытие, так вот, 30% это, разумеется, IT, сейчас самая популярная и такая горячая тема, горячая сфера. Здравоохранение 15%, пандемия, как-никак, промышленность 15%, 15% товары длительного пользования, 10% финансах, ну, и по 5% услуги связи, энергетика, товары ежедневного потребления. Ну, и вот, друзья, смотрите, брокер предлагает сформировать портфель по 5% каждой бумаги, соответственно, 20 бумаг. Запоминайте, Apple, Microsoft, Visa, MasterCard, Intel, Global Payments, Merck & Company, Vertex, какое-то непонятное потом длинное слово, M-Gen, Amazon, Merca, Dolibre, Carnival Corporation, CME Group, Nasdaq, Boeing, Northrop Grummen Corp, IHC Market, Alphabet и Total SE, а еще Anheuser, Bunch, InBev. И див-доходность этих бумаг, этого портфеля составит 1,2%, а вот потенциал роста, по мнению аналитиков брокера открытия, 17%. Ну, разумеется, при такой див-доходности, мне кажется, портфель тоже обойдет индекс S&P. Поэтому, друзья, тоже весьма любопытна вот такая вот подборочка самых перспективных американских компаний. Ну что, друзья, мне очень понравилась вот эта брошюрка, так что если придет мне в следующем месяце еще одна, обязательно с вами поделюсь. Ну, пока вот ситуация выглядит следующим образом, что классно брокер будет учитывать динамику в экономике, в политике и будет корректировать свои идеи, то есть какие-то бумаги убирать, какие-то добавлять. Ну, в общем-то, такой вот курс онлайн-рекомендаций, аналитических идей, инвестиционных идей, ну, с учетом текущей ситуации. Очень, мне кажется, полезно, очень нужно, очень интересно. Если вам это понравилось, подписывайтесь на мой канал, буду вам рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Ну, если не трудно, лайк за этот видос. Спасибо, хорошего дня, пока-пока.